Привет, мои дорогие! У нас сейчас такое невероятное, мягкое, красивое солнышко. Сегодня я хочу поделиться рецептом для нашей рубрики, которую я обведу уже достаточно давно. Она посвящена нашей красоте. И хочу поделиться рецептом пилинга для наших тонких тел. Я думаю, ни для кого не секрет, что у нас есть физическое тело, у нас есть тонкие тела, и в особенности для людей, которые занимаются любыми энергетическими практиками, а тем более для людей, которые не просто занимаются для себя, а которые взаимодействуют с другими людьми, занимаются энергопсихологией, даже просто обычной психологией. Мы всегда, взаимодействуя с другими людьми, мы на себя можем брать их реакции, их ощущения, их чувства. Соприкасаясь с другой энергией, с энергией других людей, мы должны отдавать себе отчет в том, что порой данная энергия может быть не совсем корректной и органичной для вас. Поэтому после насыщенного дня при соприкосновении с разными людьми нам необходимо себя очистить. Я покажу очень классный, быстрый способ и наглядно продемонстрирую для вас, сделаю новую баночку для себя здесь и сейчас вместе с вами. Нам понадобится любая, я люблю стеклянную емкость, да, вы выбираете сами по своим предпочтениям, ощущениям, потому что, да, пластик не всегда он с ноткой органики и с ноткой полезности, поэтому я предпочитаю стекло. Здесь у меня обычная сода. Что нам нужно, все делаем на глаз. Здесь у меня чайничек. Нам необходимо добавить небольшое количество воды. Будем все делать вместе с вами, поэтому вы сможете увидеть. Постепенно добавляю водичку. Мы должны достичь консистенции такой густой сметаны. Не переживайте, если вдруг вы перельете, да, всегда есть возможность добавить соду. Самое главное, мы можем, вот я уже сейчас вижу, что, наверное, немножечко жидковат мой скраб, поэтому я добавлю немножко соды. И о чем я хотела сказать, обратить ваше внимание на то, что самое главное, это то состояние, с которым вы готовите данный продукт, да, это не просто пилинг, еще раз к вам хочу напомнить, это пилинг для очищения нашей ауры, для очищения всей негативной проекции, которая, быть может, была направлена на вас, а, быть может, какие-то негативные убеждения были сформированы на вашем внутреннем уровне. Поэтому самое главное, да, выделите для этого время, когда вы сможете находиться в тишине, соприкасаясь с взглядом, направляете то, те вибрации, какие бы вы хотели, какими бы вы хотели, чтобы данный пилинг был наделен. Можно включить мягкую благостную музыку, мантры. После того, как данный пилинг будет полностью приготовлен, очень важно зарядить энергией Рейки. Это для всех, кто является и смотрит данное видео из моих учеников, или был инициирован у какого-либо другого учителя, мастера. Так, я сейчас немножечко добавлю. Но здесь, смотрите, самое главное, вы ориентируйтесь на свои вкусовые предпочтения. Вам хочется, чтобы он был прям плотный-плотный, или вы хотите более такую мягкую консистенцию. Но вот я чувствую, что я хочу еще немножечко добавить. Увернулась. Итак, теперь нам понадобится любой гель для душа. Желательно, конечно, ЭКО. Я буду использовать у меня гель для душа с ароматом Жасмина. На глаз. Приблизительно 2 столовых ложки. Приблизительно. Теперь мы так же тщательно все соединяем. Не торопясь, с любовью. Водичку используйте только лишь чистую, очищенную. Можете ее зарядить кристаллами. Поэлементарно зарядив энергией рейки, она уже меняет свою вибрацию. Ммм, запах уже просто бесподобен. И сейчас нам понадобится самое главное. Это эфирные масла. Как мы выбираем эфирные масла? Исключительно из самоощущений. Сегодня я захотела использовать масло чайного дерева. Да, оно очень хорошо восстанавливает толщину и форму. А также, да, если есть любая симметрия в ауре. Поэтому я добавлю все на глаз. У меня получилось 10 капелек. А также эфирное масло лаванды. Почему? Потому что данный пилинг я исключительно буду использовать. Здесь у меня помощник Джерри. Использовать в вечернее время, после того, как я вернусь с работы. Поэтому масла я не применяю для данного пилинга. Не применяю масла цитрусовые. Цитрусовые масла лучше использовать просто для такого дренажного эффекта. В утреннее время, когда вы просто хотите очистить свое физическое тело. И вновь все тщательно мы перемешиваем, смешиваем. Я уже вижу, что я хочу еще немножко добавить. Аромат просто божественный. Невероятно вкусный. Включительный ингредиент. Мы должны добавить любое ваше самое любимое масло для тела. Это может быть кокосовое масло. Это может быть оливковое масло первого отжима. Я буду использовать масло миндаля. Миндальное масло. Мне оно очень нравится. Оно достаточно такое жирненькое. Одновременно с этим очень хорошо впитывается. Я добавила по две пипеточки. Вот по половинке. Ну, получилось плюс-минус, наверное, одна целая пипетка. Давайте еще добавим. И вновь все будем соединять. Все, наш пилинг для сакрального вечернего времяпрепровождения. Он готов. Все. Я закрываю крышечкой. И данная баночка с целебными свойствами будет у меня стоять в ванной комнате. Как часто применять? Ровно тогда, когда вы чувствуете в этом потребность. Бывают дни чрезмерно эмоциональные. Бывают дни, когда вы чувствуете какую-либо раздражительность или чужую энергию в своем поле. Вот в такие моменты мы и будем прибегать. Чувствуете потребность, допустим, сделать сеанс в виде десяти таких пилингов ежедневных. Сделайте по ощущению. Во-первых, состояние мгновенно будет видоизменяться. И здесь, что еще очень важно, так это то, когда вы будете производить данный ритуал, представляете, как вода, когда вы стоите под душем, она смывает и очищает все ненужное. Все, что должно быть отделенным от вашей чистой, светлой энергии. Я вас люблю, целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok